МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Благоустройство, развитие инфраструктуры, ипотека. Правительство страны выделит еще 6 миллиардов рублей на развитие сельских территорий. Меньше двух недель до ЕГЭ ключевые нововведения экзаменационной кампании обсудили на брифинге в Министерстве образования Чувашии. Маленькие звезды на одной сцене с профессионалами. В Чебоксарах прошел 6-й республиканский фестиваль музыки «Молодые таланты». Президент страны Владимир Путин сообщил, что на развитие сельских территорий в 2021 году дополнительно выделят 6 миллиардов рублей. Средства пойдут на благоустройство, создание новых инфраструктурных объектов и сельскую ипотеку. В деревне Таутово Аликовского района по программе инициативного бюджетирования строят хоккейную коробку. А в малых отменях Красно-Читайского решают проблему с водоснабжением. Сегодня с жителями этих деревень встретился министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Вот на этом поле мальчишки деревни Таутово зимой будут гонять в хоккей. Жители решили, что хоккейная коробка им необходима и решили построить ее по программе инициативного бюджетирования. Идет планировка и вырубка деревьев, планировка площадей и монтаж самой хоккейной коробки. Люди в основном у нас и на стройках работают, хорошо работают. И вот они решили, вместо того, чтобы собереть деньги и платить подрядной организации, решили, что они будут монтаж в хоккейной коробке, подготовка площадки и демонтаж производить сами. Пока работы не ведутся, поскольку все в основном сажают картошку, пока сейчас весенняя работа не закончится и все соберемся и остальные работы сделаем. Конечно, проблем много. Так жители волнуются, что скоро щебеночное покрытие дороги смоют дождями, а контейнеры для сбора мусора стоят вне площадки. Необходимо решить вопрос и с водоснабжением. Если мы хотим централизованную, серьезную систему водоснабжения сделать, то есть артезианские скважины, башни, и по каждой улице, чтобы проходили водопроводы, как газ, а вы просто подключаетесь. Это одна история. Для этого нам нужно запроектировать эти, пройти экспертизу, для этого нужен год. Если вы заявитесь этим проектом, если депутаты райсобрания ваши решат, что это приоритетный проект, точно воды нету, мы готовы поддержать, начнем проектировать. В течение года экспертизу получим, потом получите деньги. Но надо понимать, тогда вода становится уже платной. Везде будут счетчики, будет установлен тариф, будет обслуживающая организация, и за воду надо платить. Если вы созрели до этого, мы готовы поддержать. Второй момент. Если вы как-то хотите решить по-другому, самый быстрый способ – это программа инициативного бюджетирования. Если объект, например, у вас стоит миллион, республика дает 80% затрат, 10% может район поселения добавить, фермеры, сами народ собирает 5-10%. И по этой программе можно не только воду построить, и дороги, ремонт грунтовых дорог. Деревня Ямаша Красночитайского района уже давно закрыт фельдшерско-акушерский пункт. Есть, конечно, в соседней деревне, но ходить туда далековато. Дорогу уже строят, а вот пруд ждет очистки. Сергей Артамонов после беседы с местными жителями отметил, как только будет готова проектная документация, постараются ускорить строительство ФАПа, чтобы уже в 2022 году медучреждение открылось. Да, для развития сел и деревень в этом году в бюджете Чувашской республики предусмотрено 4,9 миллиарда рублей. И в этом году, если в 2020 году мы реализовали более 3000 проектов, в этом году количество проектов чуть меньше, год не юбилейный, но в то же время программ объектов инфраструктурных разных очень много. И в каждой деревне очень много проблем. Если решается одна проблема, сразу возникает другая. То есть везде расставлены приоритеты. И, конечно, мы с учетом этого, мы постоянно про это говорим, о создании паспорта муниципалитета. И обязательно, чтобы деревни развивались, села развивались, мы поэтапно все эти проблемы должны решить. Если мы говорим о создании комфортных жизненных условий для проживания на селе. Сейчас решается вопрос о водоснабжении и деревне Малые Отмени Красночитайского района. О проблеме мы рассказывали еще зимой. Колодцы опустили, а жители брали воду из ближайшего труда. Сергей Артамонов отметил, что поселение может готовить документы по программе инициативного бюджетирования, и начинание жителей будет поддержано. Татьяна Молокова, Алексей Зотиков, Павел Редков, Республика. Модернизация учреждения образования, подготовка новых кадров, поиск и внедрение инновационных решений. Важные вопросы системы образования обсудили накануне в Алатаре. В рамках рабочей поездки профильный министр Алла Салаева посетила сразу несколько объектов. В том числе побывала в школе номер 7, где ознакомилась с учебной деятельностью Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Григорий Дубровский ловко управляет современным летательным аппаратом. Вместе с наставником они продемонстрировали возможности квадрокоптера и ортофотоплана. Для Григория это не просто хобби. Я сам хочу пойти на инженерный, но если не получится поступить, я хочу пойти куда-нибудь в спасательную службу. Получается летать на квадрокоптере и искать, например, людей, потерявшихся в лесу. Профильный министр отметил, что дополнительное IT-образование очень востребовано среди школьников. Но есть одно «но» – нехватка специалистов-преподавателей. Их надо обучить. То есть, почему я и спрашиваю? Как часто поднимают? Ну, то есть, для нас важно, чтобы… И мы готовы дальше вкладываться в современное оборудование, чтобы ребятам было интересно. Но должны быть учителя и специалисты, которые умеют им пользоваться. Помимо науки уважают в школе и спорт. Заниматься им скоро станет еще комфортнее. На капремонт спортзала уже направлено более трех миллионов рублей. На совещание Алла Салаева отметила, что по инициативе Минобразования в республиканском бюджете в этом году появилась новая строка – модернизация школ и детских садов. В этом году на поддержку образовательных учреждений выделено почти два миллиарда рублей. В целом, за 3-5 лет все школы и садики республики должны полностью преобразиться, стать современными, комфортными, а главное – безопасными. Модернизация включает все, что вам надо. Но для того, чтобы мы вам выделили финансирование, нам необходима проектно-сметная документация с положительной экспертизой. Мы очень хотим вам помочь. Средства в республиканском бюджете есть. Софинансирование со стороны муниципалитета минимально. Но мы ничего не сможем сделать, если по школам, по садикам не будет проектно-сметной документации. Что касается культуры, в Аллатре действует единственный центр по подготовке талантов – детская школа искусств. В прошлом году ее полностью обновили. В 2019 году мы получили в рамках государственной программы 2,3 миллиона. Мы отремонтировали на эти средства фасад здания. А в 2020 году нам выделено было более 9 миллионов, 9,5 миллионов. На эти средства мы отремонтировали уже внутри здания. В обновленной школе сегодня обучаются почти 800 юных дарований. Самое популярное направление – фортепиано. Марина Павлюченко занимает призовые места не только на республиканских, но и международных конкурсах. Ближайшие перспективы строительства нового центра здравоохранения, а также ремонт терапевтического и хирургического корпусов имеющейся больницы. Эти и другие вопросы развития социальной отрасли города Алла Салаева обсудила с руководителями «Аватри» и депутатами городского собрания. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, «Республика». До основной волны экзаменационной кампании осталось меньше двух недель. 31 мая стартует ЕГЭ-2021. Сегодня на брифинге в Министерстве образования Чувашии рассказали о ключевых нововведениях и порядке сдачи экзаменов. В этом году последний звонок прозвенит для более чем 12 тысяч выпускников девятых классов и свыше 5,5 тысяч одиннадцатиклассников. Для последних экзамен состоится 31 мая по географии, литературе и химии. В республике организуют 35 пунктов проведения государственных выпускных экзаменов. На каждом должны быть дозаторы с антисептиками, термометрия, социальная дистанция, плюс обязательные маски и перчатки у экзаменаторов. А вот у детей маски при желании. Кроме того, в этом году всем сотрудникам, членам Госкомиссии и экспертам было рекомендовано пройти вакцинацию. Присутствие посторонних лиц. И мы не рекомендуем присутствие лиц старше 65 лет. Для них у нас есть ограничения. Насчет присутствия родителей тоже образовательные учреждения сами определяют, приглашают им родителей. Мы, конечно, рекомендуем проводить мероприятия на открытом воздухе. Предпочтительно. В этом году ЕГЭ будут сдавать только те ребята, которые планируют поступать в ВУЗы. Между экзаменом предусмотрен интервал, чтобы выпускники успевали передохнуть и настроиться на следующий. Есть еще одно нововведение. В этом году форма аттестатов изменилась. Выдается пока также в бумажном формате, но ввели QR-код. Для того, чтобы исключить подделки аттестатов. Если считать этот код, то по гиперссылке можно будет узнать фамилия, имя, отчество выпускника, номер, дату выдачи аттестата, а также сведения об учебном заведении, которое выдало данный документ. С этого года введена новая награда. Золотая медаль за особые успехи в учении. Она дает дополнительные преимущества при поступлении в ВУЗы. Чтобы ее получить, придется выполнить ряд условий. Во-первых, это иметь итоговые отметки отлично по всем предметам учебного плана. Получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку. И третье, набрать баллы не ниже минимальных по всем ЕГЭ по выбору. В Чуваксарах продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Расположены они в торговых центрах на центральном рынке столицы и около магазинов с большой проходимостью людей. Привиться могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Работа мобильных пунктов по вакцинации в торговых центрах, на рынках и около магазинов позволяет жителям Чувашии сэкономить самое главное – время. Теперь нет необходимости записываться заранее и сидеть в очереди на прием. Привиться можно прямо здесь, недалеко отходя от кассы. Опрос, осмотр терапевта, оформление документов – стандартные процедуры для тех, кто хочет привиться. Необходимые условия – возраст старше 18 лет, наличие страхового полиса и СНИЛС. Юрий Самакин из окна дома увидел, что на улице идет вакцинация. Тут же решил воспользоваться моментом. В этом доме живу, а тут вакцинация проходит. То есть я вышел и прямо здесь никуда и ходить не надо, и в очереди сидеть не надо. Потому что у меня жена сидела в больнице, у нас где-то часа полтора, что ли, прошло на ХБ-комбинате. А тут все очень быстро, все очень удобно. И народ-то немного. Вакцинация в мобильных пунктах практически ничем не отличается от вакцинации в поликлиниках. О безопасности переживать не стоит, отмечают специалисты. Последние выездные бригады нам позволяют приблизить вакцинацию к населению. Мы за час уже привели 13 человек. Также мы мобильную бригаду выставили в центральном колхозном рынке и за три дня привели больше 70 человек. Вся холодовая цепь при выезде у нас соблюдается. Вакцина хранится в термоконтейнерах, там где выдерживается минус 18. Все санитарно-эпидемиологические условия, они у нас выполняются. Даниил Леонтьев на вакцинацию пришел со своей семьей. Считает, что прививка – это защита своего здоровья и окружающих. Вот я с семьей прогуливался сегодня, погода хорошая, и заметил скорую помощь, где вакцинируют от ковида. Ну, я рад, в принципе, зато болеть не буду. Врачи сказали, что через некоторое время они позвонят, там как бы еще проколят и, соответственно, потом выдадут сертификат о вакцинации, потому что некоторые работодатели просят именно сертификат для нормального трудоустройства. Данные о вакцинации можно посмотреть в личном кабинете на портале Госуслуг после получения первой дозы препарата. После второго этапа предоставляется QR-код сертификата. Если нет возможности зарегистрироваться на портале Госуслуг, для получения справки о вакцинации необходимо обратиться в пункт, где пациент сделал прививку. В Чебоксарах появились сервисы аренды, в которых можно взять электросамокат в одной точке города, а оставить в другой. Пока прокатиться можно не по всей столице Чувашей. О том, как работает система кикшеринга в городе, узнала наша съемочная группа. Чтобы взять самокат, достаточно скачать приложение, привязать карту и сканировать QR-код. В городе пока 32 парковки, похожие на велосипедные, и 5 виртуальных стоянок для самокатов. Точка на карте, в которой можно его оставить. Каждая парковка выделена контрастным цветом в приложении, и на ней указан значок парковки. Если говорить о цифровых парковках, то это просто некая площадка, которая по геопозиции будет проверять, правильно ли запаркован самокат или нет. Если это стационарная парковка, то там немного проще. С одной стороны, чуть больше операций необходимо сделать. Нужно поставить самокат в специальный слот и нажать на кнопку «Завершить парковку». И там, и там процедура одинаковая, за исключением того, что на цифровой парковке самокат надо поставить еще и на подножку. Стоит помнить и о том, что есть ряд правил, которые нельзя нарушать. Сюда входит то, что дети до 18 лет не могут кататься без разрешения взрослых на этих электросамокатах, так как это запрещено законодательством. Поэтому я прошу всех родителей быть очень внимательны и контролировать своих детей. Также все жители города Чебоксар, которым старше 18 лет, они не должны нарушать правила дорожного движения. То есть есть определенные места, где можно кататься на электросамокатах, есть выделенные дорожки, а по проезжей части кататься категорически запрещено. Это все будет связано с нарушением правил дорожного движения. Скорость самоката ограничена до 25 км в час. Проходить на одной зарядке он сможет 40 км. Оператор в Чебоксарах будет один, а фирмы разные и приложения у них разные. Можно скачать одно из них, можно оба. Условия одинаковые. Жители города встретили новшество с интересом. Это замена автомобилем будет, я уверен. Очень удобная штука, особенно по Чебоксарам. Можно из одной точки в другую точку добраться. Парковок бы побольше. То есть СЗР до конца парковки сделать на Ваюшке, на Гагарина. Было бы удобнее, да. Сегодня мы первый раз попробовали, а так в принципе я бы использовала этот транспорт и для передвижения своих личных целей. Еще бы хотела, чтобы дополнительно были дорожки, где можно передвигаться безопасно, потому что в целом транспорт есть, а где передвигаться нет. Некоторые жители Чебоксар все-таки ждут расширения зоны кикшеринга. Но многие довольны тем, что возможность прокатиться по любимым местам с ветерком уже появилась. Ульяна Питакова, Михаил Солин, Николай Скворцов, Республика. Сурский и Казанский оборонительные рубежи – одна из малоизвестных страниц военной истории страны. Сегодня в год памяти строителей линии укрепления мы восстанавливаем историческую справедливость, знакомимся с героями тыла. Одной из них была и Антонина Чуксина, уроженка села Одинцова, Мариинско-Пасадского района. Когда началась Великая Отечественная война, Антонина Чуксина работала в колхозе труд. Приближение фашистских полчищ к Москве вынудило строить оборонительные рубежи. Освобожденных от работы в колхозах девушек, женщин, молодежь увозили на окопы. О тех сложных временах Антонина Алексеевна немало рассказывала своей дочери. Тяжелые времена были, самые тяжелые, говорит, во время войны. Как окоп копали ломами, молодые. девчонки. Семь-восемь человек в одной квартире спали, а в обед хлеб пазухи несли. В обед костер положили, согрели и с одним хлебом только питались. Изо дня в день, рано утром, три месяца, в невероятный холод. Не вынимая из рук инструментов, несмотря на голод, молодые девушки рыли окопы. Тяжело было. Пешком ходили до квартиры пять километров. Конечно, молодая была, хрупкая женщина и в тяжелые времена жила. Вот и говорит, чтобы нынче молодежь такого не видела. До конца войны Антонина Алексеевна кем только не проработала. И огневые точки сооружала, и лес по реке сплавляла. За свой без малого век жизни чего только не повидала. Но самые тяжелые для нее были месяцы строительства обороны. Врагу не пожелаешь, говорит труженица тыла. В Маринско-Пасадском районе линия обороны проходила по территории деревень Карабаша, Кугеева и сел Покровское и Октябрьское. О подвиге земляков марпасадцы не забывают. Десять лет назад они одними из первых установили обелиск в честь строителей безмолвных рубежей. В прошлом году сняли фильм «Реконструкцию», основанный на воспоминаниях участников, в том числе и Антонина Чуксиной. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. Десятого и одиннадцатого июня в Чубаксарах пройдет международный молодежный культурный форум Республика на Волге. Главные темы культуры и традиции Чувашии, история родного языка, туристическая привлекательность региона. Организаторы ждут молодых и инициативных представителей креативных направлений, студентов, бизнес-сообщества и работающей молодежи. Для участников готовят насыщенную культурную и образовательную программы. По окончанию форума пройдет публичная защита командных проектов. Лучшие получат экспертное сопровождение для доработки и получения грантов. Зарегистрироваться можно на сайте АИС «Молодежь России». Участие в форуме бесплатное. Маленькие звезды на одной сцене с профессионалами в столице Чувашии прошел Республиканский фестиваль музыки «Молодые таланты» уже шестой по счету. Как изменился фестиваль в этом году, смотрите далее. Маленькая Таисия Чижова не новичок на сцене, юная скрипачка-победитель музыкальных конкурсов разного уровня. Вот уже пять лет Таиса практически не выпускает скрипку из рук. Но ее заветной мечтой было выступить вместе с симфоническим оркестром. На фестивале мечта сбылась. Главное смотреть на дирижера. Дирижер все покажет. Скрипка, инструмент для души, очень красивый. Он поет, я пою, она вообще очень красивый инструмент. Я считаю, что этот фестиваль повышает культуру, это помогает развиваться детям. Дети впервые могут сыграть на скрипке, услышать другие инструменты. Я считаю, что гости, которые придут на этот фестиваль, получат огромное удовольствие. Пять лет в фестивале «Молодые таланты» принимали участие начинающие музыканты столицы Чувашии. В этом году он вырос до республиканского уровня. Фестиваль действительно очень интересный, я вот так выразилась. Почему он интересен? Потому что когда ребенок занимается в классе под рояль, он безусловно развивается. Но у ребенка, может быть, нет того драйва, да, который необходим артисту, настоящему артисту. Так вот, цель нашего фестиваля – дать почувствовать маленьким нашим детишкам, артистам, дать почувствовать, что они настоящие артисты с большой буквы, поскольку они стоят на большой сцене и играют с большим симфоническим оркестром. Произведения Баха, Чайковского, Вивальди звучали со сцены театра юного зрителя. И, конечно, не обошлось без казусов. Мария Лапшина только начала исполнять концерт для скрипки с оркестром «Ля минор» и «Аганна Себастьяна Баха», как у нее порвалась струна. Заслуженный артист Чувашии Петр Маркетанов отдал свою скрипку Машим. И под аплодисменты зрителей она продолжила. Теперь в планах расширить географию фестиваля. Возможно, уже в следующем году к нам в республику подтянутся юные таланты из соседних регионов. Юлия Обоженина, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика. Это главные новости Чувашии. К этому часу я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok